так я обслуживаю когда приложение пишет что датчик давно не очищался и соответственно провожу ряд операций первое собственно то что он и просит очищаем датчики у меня только один датчик ковра остальные заклеены потому что у нас контрастный ковер и пол одноуровневый никуда не упадет это датчики высоты их не надо протирать они не нужны мне так не протерли датчики они собственные обычно не пытаться пункт 2 это очищаем от волос локовую щетку самый простой способ этот вернуть один шурупчик чем-то мучиться пункт 3 очищаем главную щетку от волос пункт 4 тряпка, хоть она и чистая после базы, но я делаю следующим образом, после каждого обслуживания я ее достаю, кладу в стирку, а из стирки новую достаю. Все равно стирка лучше, чем мойка базы. Следующий пункт, пятый по-моему, это мы меняем фильтр. Он моющийся, его можно помыть. Хорошо, что не я этим занимаюсь. Обычно здесь почистим фильтр. Фильтр надо сушиться в сутки, поэтому есть второй фильтр. Вот он грязненький. Этот моем и на сушку до следующего раза. Пункт шестой. Переходим к обслуживанию базы. Тебе нужно наклониться. Пункт седьмой. Достаем щетку и грязевой фильтр. Моем щетку и фильтр одновременно. Ну и последний, девятый пункт. Перед тем, как это все собрать, моем место, где стоял фильтр. Какая грязная. И вонючая. И моем место, где ходит щетка. И место, где она установлена. Но у нас подключение к водопроводу. Поэтому еще можно проверить уровень мыла. Мыло есть. Мыло надолго какое-то. Собственно все. Девять пунктов и мыло.